СПОРТКЛУБ 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 Один рекорд вы выполнили, при том, что рекорд собственный побили, который вы поставили еще в Португалию. Насчет рекорда, я вообще не знал, что я в Португалии все вместе с Петром Николаевичем очень усиленно подготовились. Я должен был выступить в троеборье. Мы планировали председание 300 кг, возьмем 180 кг и тяги 280 кг. И вот как раз рекорд, это самый рекорд, расскажите пожалуйста. Ну да, к сожалению, тогда в Португалии я заболел и нужно было установить тяги, принять участие. Там я 250 кг вытянул, а потом два года спустя Сергей Ковальевич мне звонит, что в сайте Международного Конгресса Парринга вот ответ за фиксером как рекорд То есть вы узнали позже об этом? В моем возрасте, не вообще, а в моем возрасте, в моем девушке. Отсюда вопрос, но у девушек неприлично спрашивать, какой у вас возраст. Мне кажется, многие телезрители, глядя на вас и глядя на это видео, просто желают узнать, какой у вас возраст. Спасибо. Ну я уже дедушка, мне 66 десяток пошел. А Сергей Ковальевич 70 лет. 70 лет. У вас юбилей, да? Юбилей будет осенью. Уже осенью будет юбилей. Ну вот, в юбилейный год вы становитесь чемпионом мира, да? Европы. Европы. Каково это? Юбилей будет. То есть у вас еще есть будущие планы, да? Пока я только чемпион Европы. Какие у вас впечатления? Вот у вас все-таки сложно далась, да, эта победа? После своего вступления я недоволен, конечно. Тут, ну вот, у меня тренер, по плану тренер я занимался в 1-й месяц в 17-й районе, я пожалу 160 килограммов. Поэтому я где, в общем, я расчитывал 152, и этот, у меня это не получилось. Все-таки хотели побить рекорд, да? Ну, хотел я так, вот, 135-когразминочный по жарке, потом 145, потом 152 с половиной. Это, это у меня рекорды были бы. Так можно добавить, да? Вот Сергей Гаврилович был готов к рекорду. У него, значит, проверочные и заключительные тренировки он 160 пожигал, а я, значит, 263 раза вытянул, да, по программе Петра Николаевича, да. И по пути мы растеряли свои, там, килограммы, ну, где-то около 20 килограммов каждый. Потому что эти перелеты, да, изменения климата. Это тяжело, да? Питание, вот, питание, вот, заграничное организование воспринимает. Но лично у меня как-то дискомфорт огромный. Вот поэтому вот так. И поэтому мы обе недовольны. И, как говорится... Запас, оказывается, еще есть какой, да? Петр Николаевич, надеемся, что он с нами еще дальше будет заработать. Но Петр Николаевич... Вам слово, пожалуйста. Ну... Довольны ли вы выступлением ваших подопечных? Конечно, я доволен. Как тренер, ребята, то есть наши старшие друзья принесли в Республику, в России золотые медали. Они победители. Вот это все сказано. То, что ты сколько поднимал, это уже личное. Да. Это уже технические результаты, да? Привез ты золотые медали. В теме оценивается. Так что ребята очень успешно выступили, я считаю. Ну, как говоришь, победители. Будете штурмовать чемпионат мира тогда? Нет, конечно, амбиции есть. Если не сейчас, то когда? В данное время ребята на этот сезон выполнили очень огромный объем работы. Каждый в своем возрасте подняли определенную тоннаж в своем именно огромном виде спорта. У них запас прочности уже есть. Так что мы во время тренировки и проход, как они показали, вы сами же сказали, 160, пожалуйста, 263 раза потянул. Просто тут обстоятельство такое. А в ноябре у нас в Москве, в Московской области будет чемпионат мира. Вот как раз в России у нас климат, мы привыкли. И ребята нам покажут максимальный результат. Так что надеемся на это. Надеемся. А вообще, на ваш взгляд, вот, пауэрлифтинг для людей вот в таком возрасте, ну, для чего уже нужно? Они уже сами себе все доказали. И многие, наверное, и побоятся заняться таким серьезным видом спорта в таком зрелом возрасте. Не повредит ли скорее здоровье? Давайте сломаем стереотипы, ведь это все-таки. Давайте Антон объясните. Очень интересный и такой философский вопрос, я бы сказал. Пауэрлифтинг – это такой вид спорта, где нет соперника. Не надо там побеждать соперника. Значит, каждый, значит, показывает свой индивидуальный результат, свой рекорд. Этот вид спорта настолько цивилизован, да, что вот некоторым даже не поддается к пониманию, да. Вот, например, в пауэрлифтинге человек, значит, борется с весом, со штангой. А штанга никогда не поддается. Сколько бы ни поднял, значит, вес будет прибавляться. И, значит, тут вырисовывается вывод относительно того, что это все предназначено для здоровья человека, для укрепления. В данном случае мы ветераны, значит, для нас это торможение процессов старости, да, это ощущение себя причастным к чему-то общему делу на старости, да. Это, как говорится, отдых, значит, там необязательно, вот, почему-то все спрашивают, сколько поднял там, сколько это сам, ну, каждый свое поднял. Каждый счастлив, каждый рад, в том числе девушке. Насчет девушек я расскажу. Насчет девушек, да. Вот у нас там это классическая тяга была, да. Да, у меня очень это поразило выступление девушек, женщин, да. Например, негричанка была из этой Франции, она весила 67 килограммов, потянула 220 килограмм. 220 килограмм. Собственно, весом 67, да? Классическая тяга, она. Потом это в возрасте 59 было, это уже бабушка, можно сказать, да. 180 потянула. И еще там 75 килограмм она выступала, да. У нее 47 лет, 215 плюс взяла. То есть для пауэрлифтинга нет пределов, да, возрастных ограничений? Как они это тянут? Вот еще самое главное, да, с точки зрения тренера, каждым годом техника выполнения упражнений улучшается. Вот за счет правильной постановки техники, вот это веса покарается. Вот ребята, смотрите, как они делают. Это не просто так, да, взял штангу и поднял. На примере я вот. В возрасте, к каждому возрасте эта сила уходит. Вот за счет шлифовки техники, вот мы обманным путем, можно сказать, поднимаем тяжести. На счет этого я хочу сказать, да. Раньше я выступал со статами сборной России, да. У меня был рекорд 160 килограммов. Это было в 2004 году. Вот, 2004. А, сейчас уже сколько лет прошло? Сейчас тренировка, то это 60, пожалуй. Это на счет техники, наверное, не знаю. За счет техники. За счет техники. Уже не 70 лет. Техника может даже обмануть. А, обмануть, наверное. Может быть. Ну, мне хочется добавить к этой теме то, что за всю свою спортивную жизнь любой спортсмен набирается там функциональной подготовки, психологической подготовки, интеллектуальной подготовки и так далее. И наступает момент, когда должен вмешаться профессионал в высоком уровне. Это единственное условие дальнейшего прогресса спортсмена. Вот мы благодарны Петрову Николаевичу, что он вовремя нас увидел. Заметил вас, да? Да. Вот у меня вопрос. Можно, пожалуйста, Петр Николаевич? А вообще, насколько сложно вам как тренеру, ведь у вас тренерский опыт достаточно уже большой, насколько сложно тренировать именно людей в возрасте? В возрасте. Да. С ветеранами я работаю. Насколько сложно? Путем убеждений. Я доказываю, как должно быть. То есть, да? И сам показываю. И скометически нарисую. То есть, путем убеждений. Вот они приняли. Я им доказал. Главный человек должен поверить в себя, да? Доказал. Несколько раз это на практике доказал. Первый раз не принял. Второй раз не принял. Вот даю думать. То есть, самоанализ делать. Потом они приходят и говорят… Спасибо огромное, Петр Николаевич. Спасибо огромное нашим героям. Мы сейчас уходим на рекламную паузу. С вами прощаемся. Но не прощаемся навсегда. Потому что в ноябре нас ждет чемпионат мира. Как вы поняли. Спасибо. Удачи. До свидания. До свидания. До свидания. О футболе мы говорим постоянно. Но это прямо излюбленная тема нашей программы. Но вот о американском футболе мы не говорили ни разу. И сегодня мы поговорим. Ведь американский футбол у нас в городе есть. И федерация американского футбола есть. Но перед тем, как познакомимся с нашими гостями, давайте посмотрим небольшой сюжет. Кубок Дальнего Востока Команда знает, за счет каких аспектов игры добиться успеха. Постараемся взять физикой плюс теорией онлайн, которая по нападению. По защите, я думаю, таких больших проблем не будет. Потому что по защите ребята все физически сильные, подготовленные. Они в экипировках тоже тренировались вот зимой из Ахсуни. Надежная оборона – это, конечно, хорошо. Но в американском футболе, как и в любом другом виде спорта, важны атакующие действия. Именно поэтому специально для грядущего дальневосточного старта в Хабаровске якутские ботеры начали сотрудничать с опытным французским специалистом международного уровня Мишелем Лауреном, который в режиме онлайн консультирует якутских футболистов в плане атаки. Помимо этого усиление ожидается и в составе игроков команды. Также у нас будет первый иностранный легионер, он американец, в составе нашей команды. Он играл у себя в университете и в колледже на позиции корнербека. Тоже выйдет в составе нашей команды. И плюс очень много наших земляков из Якутии, кто играет сейчас в московской лиге. Они являются студентами, играют в московских командах. Ради этой игры они все в Хабаровск выйдут под нашими знаменами. Сильное название команды подтверждает общий уровень физической подготовки футболистов. В составе ботуров играют мастера спорта по легкой атлетике, вольной борьбе, боксу и другим видам спорта. Также в честь якутской команды защищают люди из тех профессий, которых хорошая физическая форма просто необходима. Например, Яков Попов работает в пожарной охране. И его данные отлично помогают ему в борьбе на поле. Спорт такой более жесткий. Мне нравится потолкаться очень такое. Занимаюсь на тренировке, и мне уже будет легче, допустим, на пожаре работать. Или также на пожаре работаем. Также там своя выносливость, как и здесь, тоже совмещает друг друга. Пока футболисты якутских ботеров занимаются без экипировки, делая ставку на технические и тактические действия, в ближайшее время команда перейдет к тренировкам в полном обмунировании. Власий Сергеев, Александр Маркин, спортклуб «Якутск». Ну что ж, дорогие телезрители, я думаю, возможно, кто из вас видел американский футбол только в комедиях американских или в американских фильмах. Вы увидели, как проходят тренировки у нас в городе. И давайте знакомиться непосредственно с нашими гостями. Да, действительно, мы узнали очень много нового для нас. И сейчас у нас будет много вопросов для наших гостей, с которыми давайте познакомимся. Это Федот Слепцов, главный тренер команды «Якутские ботеры». Далее Иннокентий Торохов, вице-президент Федерации Американского футбола Республики Саха-Якутия. И Михаил Аконечников, игрок команды «Якутские ботеры». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, ребята, из сюжета мы узнали, что команду вы создали около пяти лет назад. Вообще, предысторию, кому пришла идея вообще и как пришла идея создания вот именно этой федерации. Для начала вообще, как вы нашли единомышленников в этом плане? Ведь все-таки это такое достаточно… Как вы нашли друг друга, да? Да, как вы нашли друг друга, ведь это достаточно такой интересный вид спорта. И, конечно, он навряд ли был развит тогда, пять лет назад у нас в Якутии. Ну, давайте начну я тогда по этому вопросу. Я с 2000 года учился и занимался американским футболом до 2007 года. В Турции. В Анкаре, да. И, получается, на тот момент, где-то в 2005-2006 году, кажется, вот Центровузовский форум был, Ямыска называлась. И, получается, мы там списались с нашим вот земляком, с Доланом Андреевым, который на тот момент играл в Санкт-Петербурге, оказывается. И вот мы друг друга нашли по фоткам, по фотографиям. И вот… По авантаркам, получается? Да. По авантаркам. Сложно не понять, да? Да, да. Ты играешь, я играю. Как играешь, где играешь, сколько играешь. Конечно. И в 2009 году, когда я вот обратно сюда, в город Якутск, переехал, ну, до 2012 года вообще полная тишина была. Потом где-то в 2011-2012 году мне друзья сказали, вот кто-то в форуме на ЯКТ где-то написал, кто хочет поиграть в американскую футболу. Это я. Я про Михаила вообще не знал. И тут, получается, Долан приехал тоже из Санкт-Петербурга. Ну, связались, встретились, на пляж пошли, там мячик покидали. Потом на юности побегали, он друзей позвал, я кого-то позвал. Вот. И пошло-поехало. С 2012 года потом в городе оказались еще парочку ребят, которые купили себе несколько лет тому назад вот такой мячик и дома в стенку кидали. Просто не было, не было, не с кем было поиграться. И такие ребята нашлись, которые вот фильмы смотрят, в ютюбе видеоролики смотрят, фанатики свои. И потом в 2012 году вот потихоньку начали вот в летний период вот встречаться, заниматься вот именно только в летний период, так такового не было. А федерацию мы открыли, документацию все оформили, оформили в 2015 году. Ну, наверное, об этом подробнее расскажет нам Иннокентий. Да. Ну, можно сказать, что пришел я в этот спорт два года назад, да, тоже так случайно получилось, и пришел, и более-менее мы начали формировать полностью и по юридической части, да, и по части оформления самой команды. Наш именно логотип, который вот мы продумали, нарисовали, он непростой, он именно рунами означает воинство, да, воинское сообщество. И в тот же год мы сформировали наконец-то весь пакет документов и основали федерацию американского футбола здесь, в городе. Ну, сколько человек примерно сейчас играет в американский футбол? Помимо вас, троих? Насколько, да, за два года сколько человек или набрать сторонников? Как бы через команду на данный момент прошло где-то человек 40, наверное. Даже больше. Даже больше. Даже больше, которые постоянно занимаются, да, вместе с вами. Не постоянно, получается, там есть, можно сказать, половина... Приглашали, кто-то приходил. Аль-Би-Бекера называем, да, который вот, Аль-Би-Бек, да. Да, поиграли и ушли. Пару тренировок поиграл, поиграл. Ну, не каждому, наверное, все-таки, да, он придется. Ну, тут, скорее всего, спорт такой, что, думаешь, что травма опасная, по сути, да? Ну, вот, самый главный вопрос. Михаил, кстати, да, вот, почему вы... Вы вроде не выделяетесь такими крупными физическими данными. Как вам удается вообще себя найти в этом виде спорта? Это еще один стереотип, да, как мне сказал Михаил. Да, это, конечно, стереотипы. Вот, например, в профессионалах, игроки моего же роста тоже играют. Ну, тоже, как бы, подтянутые, тоже на скорости. Они пробегают через линию, через больших. Они же маленькие, юркие, между ними. Главное здесь, скажем, взрывная скорость, да? Взрывная скорость, выносливость. Ну, и, конечно, надо знать игру, читать игру. Если, например, ты в защите играешь, то должен смотреть на своего соперника. Кстати, еще один стереотип, да, вот, действительно, многие знают про американский футбол именно через американские комедии, да? В которых обычно, да, американский футболист не очень, скажем, такой высокоинтеллектуальный человек, да? Ну, да. Просто махина бегает и бегает, да? Да, на самом деле, да, американский футбол, вот, как я знаю, да, это очень сложный вид спорта. Действительно, очень много атактик, очень много схем. То есть, тут, действительно, очень много, над чем надо работать и тренеру, и игрокам, и всей команде. Да, получается, да, американский футбол очень сложный, очень много правил есть, очень много вот нюансов есть, каждое движение, каждое это. Вот, по одному шагу можно прочитать игру, в какую сторону игра пойдет, например. То есть, и для этого надо от кого-то отбиться, открыться, закрыть, дырочку закрыть между людьми. То есть, там очень нюансов очень много, и получается, вот, в американских командах, начиная вот, школьные команды, студенческие команды, у них вот, плейбук называется, да, это, то есть, сценарий, план игры, получается, да, он у них вот такой толстый. И у каждой игры есть свои кода. Получается, за полем, когда тренер говорит, сейчас играем такую игру, рядом человек стоит, который показывает каким-то движением. Например, вот так играем, так играем, и там капитан команды понимает, что эту игру должны мы играть на данный момент. И всем говорит, код такой-то, и все наизусть знают, что, что должен делать. То есть, без командных взаимодействий в американском футболе делать нечего? Конечно. Пусть там 10 качков, там 20 качков, но Миша выйдет, всех вынесет, да. Мы это не такое возможно. Если физически готов, то можно. А у меня возникает такой вопрос, ну, опять же, со стереотипов, да. Если есть у человека излишек веса, да, ну, скорее всего, здесь он может пригодиться и быть даже плюсом, да. Все-таки это, есть же позиции для таких маленьких и юрких, как Михаила, а есть позиции для таких. То есть, в этом виде спорта могут заниматься люди, во-первых, разного возраста, во-вторых, и разных физических данных. Все верно? Да, все верно. То есть, в защите 11 человек на поле находится, в нападении 11 человек. То есть, в одной команде, получается, как минимум должно быть 33 человека. В одной команде. Еще один важный момент, который мы узнали, да, из сюжета. У нас, кажется, очень интернациональная команда, да. У нас тренер онлайн, да. Онлайн-француз, еще у нас будет легионер из Соединенных Штатов Америки. Расскажите, пожалуйста, про состав действительно команды, откуда в основном ребята, да. Средний возраст какой, к примеру? Так, ну, средний возраст. Будете ли еще набирать, скажем так? Сейчас, я думаю, могут понабежать. Это было бы очень даже хорошее. Было бы здорово. Здорово, да. Потому что есть где заниматься. Сейчас есть стадионы, есть Доксун, на котором, я знаю, да, вы зимой тоже занимаетесь, да. Ну вот, так, средний возраст. Так, ну, средний возраст у нас где-то 25-27 лет, наверное. 25-27 лет. А так, мы развиваем еще одно направление, да. Это бесконтактный вид американского футбола, это флаг футбола, да. Мы его очень стараемся продвигать среди школьников. Это как подготовка наших, как говорится, будущих американских футболистов. Играет без экипировки, играет с отрыванием флага и на касание играет. То есть, начиная с 12 лет, заканчивая где-то там 45-45 лет. То есть, даже маленькие детишки, когда могут заниматься и в будущем могут стать американские футболисты. То же самое, это как бы альтернатива физкультуре может быть. Получается, вот в апреле месяце мы проводили благодарительный турнир. Там были школьники, были мои коллеги, были тоже команда взрослые люди. И школьники победили взрослые. Отлично. Ну, очень интересная беседа. Американский футбол еще нам, наверное, не до конца понятен. Мы сейчас идем на небольшую короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Да. И, конечно же, самое главное, мы поговорим о практической части. У нас в гостях будет действительно настоящий богатырь. Мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб» в студии Степан Посельский и Дарья Анкехова. И мы говорим сегодня о таком виде спорта, как американский футбол. Да. И мы только начали говорить с нашими гостями про самое, скажем, интересное, про действительно практическую часть, к которой мы хотели перейти. И вот что нужно для того, чтобы заниматься американским футболом, да, в первую очередь? Ну, в американский футбол, получается, как все знают, видели по видео, да, играют в экипировки. Экипировка это вот, ну, сейчас через несколько минут покажем. Экипировка, если так смотреть, стоит от 20 тысяч комплект и выше. То есть там есть несколько марок, фирм, разновидностей, да. Бренд брендовский. Бренд, да. И, ну, само желание. То есть, что касается экипировки... Ну, и хорошая физическая форма, наверное, обязательно, да? Ну, физическая форма, он может, игрок может уже по ходу дела. Мы как бы не профессионалы, которые вот ищем, вот профессионала, который пробежит за сколько-то секунд. А вот, кстати, мы забыли же затронуть самое главное. Это вот ваши планы, да? Вы в ближайшее время, осенью вернее, да, собираетесь принять участие впервые, принять участие на турнире, да, на Дальнем Востоке. Расскажите, пожалуйста, про это чуть-чуть. Ну, давайте я расскажу. Мы собираемся ориентировочно где-то в сентябре. Сейчас пока неизвестна дата, когда будет чемпионат Дальнего Востока. Известен город, да, это Хабаровский будет. Проходить будет три дня. Планируется приезд шести команд по Дальнему Востоку. И мы впервые командой должны туда поехать. Вот. Сейчас проходит очень плотный подготовительный период, да, у нас тренировки усиленные. По три раза в неделю, да? Да, и ребят сами готовятся еще дополнительно, еще к тому же. Вот. Плотную, вот, как сказали уже, плотную работаем с тренером в Франции, да, он нам плейбук готовит очень хороший. Вот. Ну, готовимся усиленно, надеемся, как говорится, постараемся. Очень хорошо усиленно. Кстати, вот сказали шесть команд, да, а какие города, вот, самые, скажем, такие лидеры у нас? Так, топовые, да. Владивосток, Хабаровск. Владивосток, Хабаровск. Это Владивостокские Дикие Панды и Хабаровская Лигия. Вы со всеми держите связь, да, Михаил? Вы все прекрасно знаете, да. Уже следит, наверное, Михаил. Ну, получается, мы все как бы, да, поинтересно все нас друг другу разговаривали. Получается, в 2014 году, в июне, в конце июня, в городе Хабаровске была первая товарищеская встреча двух команд, Диких Панд, город Владивосток и Лигия 27, это город Хабаровск, в городе Хабаровске. И до этого наш президент Федерации Долан, получается, связался через ВКонтакте, друг друга нашли с капитаном команды Диких Панд во Владивостоке. И они списались, и они сказали, ребята, нас не хватает, если хотите, приезжайте, поиграйте за нас. Ну, мы три человека собрались, поехали в Хабаровск и поиграли за Владивостокскую команду. И как? Ну, мы чуть-чуть проиграли. Но без нас они бы вообще, да, наверное, не смогли. И потом, получается, ну, и такая практика как бы понравилась, и в сентябре, еще тоже 23 сентября того же года, уже Хабаровская команда приехала во Владивосток, и туда мы уже четыре человека поехали во Владивосток, играть за команду, да. Ну, и там счет был просто разгромили. 48-6. Вы выиграли. Ну, значит, наша команда не ударит в грязь лицом. Надеюсь. Да, и юридский спорт будет представлен достойностью. Давайте пригласим человека, который, наверное, будет защищать честь нашей республики на этих соревнованиях. Богатыря по имени Дмитрий Кунченко. Итак, Дмитрий Кунченко. Ну, это, во-первых, человек не просто, да, в большой сети. Здравствуйте. Ну, кто-нибудь, ребят, расскажите вообще вот про экипировку. Вот эта знаменитая экипировка американского футбола. В чем заключается ее суть? Сколько примерно килограмм она весит и как вообще с ней работать? Да. Ну, Михаил. Где Алина? Да. Ну, смотрите, да. Получается, основное у игрока это амуниция, экипировка, каркас. Ага. Каркас, в основном, они разделяются по позициям. Например, у нас Дима, он может быть и в позиции нападения, то есть он, наоборот, защищает квадрбека, то есть основного игрока, да, и в защите. Он может, то есть, проходить тут через линию блока. Линия блока это у нас тоже примерно такие же люди, как Дима Ростов. Ну, бывает чуть побольше, да, где-то под 180, по 170 килограммов. Ну, они по физике, получается, они с малых лет тренируются, поэтому очень быстрые. Ну, как бы у них и растяжка хорошая, ну, как сумоисты, ну, как бы другого, да. Так, каркас, шлем обязательно, шлем у нас... А вот покажи, пожалуйста, шлем, да. Шлем... Такой тяжелый, кажется, да, активный просто, огромный. Ну, как-то получается, шлем у нас вот как бы чуть старый, он, да, тяжелый, но, по сути, оно защищает от, во-первых, от сотрясений, от того, чтобы, когда, например, от травм, от переломов ушных, как бы, раковин, да, и, конечно, глаза и зубы. Ну, в общем, все. Да, все, что есть на голове, да. Потом у нас идет бриджи, бриджи, они, как бы, тоже идут с наколенниками, другие идут, накладные, вот, идет. Потом у нас еще есть копчик тоже защищается и, конечно, пах. Так, еще что? Ну, и вот сам, как бы, номерной, как бы, сказать, футболка, или как называется, джерси, да. Ну, тут сами сейчас у нас готовимся, готовимся и джерси, да, с логотипом, с гербом. А, кстати, кто придумал название команды? Якутские баторы. Ну, это как-то у нас... Больше было давление с нашего президента федерации. Долго, да. Выбора не было, да? Да, выбора не было. А сколько примерно весит это? Ну, я так думаю, килограмм 10, если все вместе взять. Все вместе, килограмм 10. Шлем, на самом деле, очень тяжелый, только на вид, кажется, могу предложить. Ну, мне кажется, он действительно очень увесистый такой, да. И, ну, самое главное, это безопасность, действительно, да, в любом виде спорта. Сколько лет ты занимаешься американским футболом? Если усердно, то по полгода. А так, меня пригласили в прошлом году, в мае. Очень забавно у тебя, да, история, как ты попал в американскую футболку. Да, у меня, кстати, я пришел в редпалату по своим делам на консультацию, и мне предложили попробовать. Ну, такой, я слышал, что есть якутский, но не знал, где. Решил попробовать, действительно, пришел, мне понравилось. Единственное, уже команда играла в экипировке, мне стало немножко неинтересно. Как бы против меня, я против них не мог уже стоять. И за лето, ближе к зиме, я заказал себе полностью форму, чтобы мог заниматься в полной готовности к снимке. И то есть сейчас ты готов ехать на Дальний Восток и отставить честь нашей республики? Да, полностью готов. Полностью готов, да? Отлично. А вот скажите, пожалуйста, где можно заказать, да, и, как вы сказали, стоимость? Нет, вообще, для начала, где, как можно к вам попасть, как вас найти? Вообще, допустим, телезрители сейчас, многие, наверное, воодушевились и думают, я хочу, я вижу себя в американском футболе. Куда обратиться, как вас найти? И, соответственно, потом вы, наверное, уже и поможете приобрести и кидровку, и все, да? Ну, во-первых, у нас сейчас идут постоянные тренировки в юности, да, понедельник, среда, пятница с 8 часов. Можно, как говорится, без никакого стеснения подойти и сказать, ребята, я хочу с вами поиграть, попробовать. Это вообще не возвращается. Мы есть во всех социальных сетях. Есть в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. К любому из участников команды можно, кто в социальных сетях есть, можно к нему обратиться, он все полностью объяснит. А дальше уже, как говорится, делая техники, уже обращаются, спрашивают, могут через нас заказать форму. Есть специализированные сайты, да, как бы все делают через интернет. Да. А вот скажите, пожалуйста, вот в планах федерации, да, вы сказали, что и дети с 12 лет уже могут заниматься. У вас есть такое желание, да, чтобы заниматься с детьми уже с раннего возраста и растить, скажем, мастеров уже такого, скажем, больше, высокого класса? Да, конечно. Желание огромное и планы большие, да, потому что именно как продвижение флаг футбола как такового, да, продвигать. Вот. И сами вот ребята, вот, например, к нам приезжал два года назад Бобби Ром, да, тренер. Вот. И ездили по школам, очень огромнейший интерес вызывает, да, вот. Приходили ребята, смотрели, ну, как говорится, очень воодушевлены, пусть его приезды были. Вот. Но в этом году также будем работать со школами и со всеми, кто желает. А у меня возник вопрос. Ну, вот в Америке просто я знаю, не значаю, потому что, когда я проживала там, но в Америке, конечно, это прям суперкрутой вид спорта. И то, насколько его любят зрители, да, насколько это массово, да, и огромные стадионы собираются просто, чтобы поболеть там, ну, это просто супер, да. Вот в плане этого, вот вы же все равно играете, люди сидят, интересуются, как бы, и у вас есть уже какие-то фан-клубы, возможно, да, или кто-то вообще вас поддержит, или у вас пока все вот такое? Группа поддержки, да, да, да. Черлининг. Черлининг, где ваши? Ну, фика, можно, наверное, Кеша себе рассказать. Но у нас черлининг есть, которые в федерации тоже, они иногда тоже... Поддерживают, да, приходят. У нас есть федерация черлининга, образовалась она, как помнится, два года назад, очень активно тоже продвигается вообще по продвижению везде по России, вот. Так сказать, что у нас как таковых фан-клубов, конечно, нет, фан-клубы – это наши семьи, наши друзья, наши, ну, все, кто нас знает, да. Такую обширную игру пока что мы без игровой практики, мы не делаем пока, да, вот, но в ближайшем будущем, как только возможно это будет, проведем массовую, как говорится, рекламу. После первой вылазки. Да, первой вылазки. Ну, если останется в живых после этого, да. Да, не во сколько, как съездим, там уже видно будет, да. Федот, три причины для того, чтобы начать заняться американским спортом. Три. Футболок, да. Да, а в американским? Чтобы, как бы, как сказать, заиметь большую семью. Дальше. Много-много братьев. Это первое, да. Потому что очень дружественная атмосфера, физическая подготовка, ну, и сбрасывание стресса. Отлично. Спасибо большое, дорогие гости. Ну, очень интересная тема. Мы желаем вам удачи и надеемся, после Дальнего Востока мы обязательно встретимся с победами. Будем вас поздравлять здесь. Ну, что ж, на этом время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Не прощаемся. Увидимся на следующей пятнице. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...